В Тверской области продолжаются рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Очередная проверка прошла в эту среду в торговом парке номер один Твери. Сотрудники правоохранительных органов Управления Роспотребнадзора по Тверской области напомнили жителям региона о необходимости использования средств индивидуальной защиты и мерах ответственности за несоблюдение масочного режима. Много ли нарушителей посчитала наш корреспондент Наталья Чекет. Использование средств индивидуальной защиты является обязательным требованием пребывания в общественных местах. К таким как раз и относятся торговые центры, где расположены небольшие магазины. Скажите, пожалуйста, граждане, посетители заходят в масках или все-таки бывает, что они заходят без масок? Нет, в масках только. В основном все приходят в масках, соблюдают. Участников рейда интересовал вопрос, как будут действовать сотрудники магазина, если у покупателя нет с собой маски, а также есть ли антисептики для обработки рук. А вы какие-то меры сами принимаете, допустим, если человек без маски, вы даете или просите выйти? Ну, вообще, если нет маски, мы можем предложить свою, если прям... То есть у вас есть, да, запас? Есть запас, конечно, у нас. Во время проверки участники выяснили, что не все покупатели носят средства защиты, например, маски, правильно. Либо нос не закрыт, либо спущено на подбородок. Впрочем, таких оказалось меньше, чем тех, кто ответственно относится к соблюдению мер противоэпидемиологической безопасности. Скажите, всегда носите маску? Практически в 90% случаев. У нас сейчас как бы идет эпидемия, поэтому, наверное, все-таки же имеет смысл. Я к ней приросла, я медицинский работник. Во-первых, мы в возрасте, и шибко ухаживать за нами будет некому, если мы будем болеть. И поэтому мы сами стараемся предупредить эту болезнь. Представители Роспотребнадзора во время рейда проверили соблюдение продавцами правил санитарной безопасности. В частности, наличие журнала учета температуры сотрудников и дезинфекции помещений. Журнал дезинфекции и уборки ведется? Журнал дезинфекции и уборки, да, ведется. Но находится уборщица, которая приходится каждое утро. Дезинфекция должна проводиться со всех поверхностей каждые два часа. Соответственно, также должен быть и журнал. К итогу проверки большинство продавцов и покупателей оказались дисциплинированными. В этот день полицейские никаких нарушений не зафиксировали. Напомним, что введение в Тверской области обязательного ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания губернатор Игорь Руденя сообщил 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-24». С 12 октября использование маски – это обязательное условие для пассажиров общественного транспорта, а также людей, посещающих торговые центры, театры, учреждения культуры и другие организации. Как можно меньше появляться в местах большого скопления народу. Это самое главное. Там, где есть больные люди, соответственно, тоже нужно как можно меньше с ними контактировать. Кроме торговых центров, рейды будут приведены на остановках общественного транспорта и в автобусах. Помимо этого, по поручению губернатора Тверской области, Министерству промышленности и торговли предстоит проверить не только наличие масок в торговых точках, но и цены на них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова